Говорят, что нет у людей друзей, кроме псов Итак, друзья, всем привет! С вами я, Сергей Николаев. Программа Автомобильные тонкости. По вашим многочисленным просьбам в комментариях, причем они длились, я не помню, наверное, с самого начала, как только я сделал первый ролик, это уже скоро будет год в феврале, вы просили сделать Ravon R3, Ravon R4. На сегодняшний день у официального дилера на тесте у нас не оказалось автомобиля R4 Ravon. Мы взяли Ravon R3. Сегодня мы эту машину, как обычно, для вас максимально дотошно проанализируем, да, все его возможности на трассе, возможности по снегу, возможности по какому-то глубокому снегу. Как работает система ESP? Кстати, я был немножко удивлен, что в этом автомобиле она, кстати, есть начальная комплектация системы ESP. Внешне не скажешь, что у этой машины есть такие технологии, а они есть. У нас на тесте будет машина с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двигателем 1,5-106 лошадиных сил. Комплектация у нас Optimum. Стоимость этой машины сейчас цены 2018 года 549 тысяч. А стартует цена на эти автомобили с ценника 479 тысяч. Это будет машина только на механике. А также есть комплектация Elegant. Это максимальная комплектация. Комплектация, которая будет с, опять же, шестиступенчатым автоматом, с таким же двигателем, будет стоить 579 тысяч рублей. И если посмотреть на цены, предлагаемые на Ravon, это одни из самых низких цен в бюджетном классе. Вот мы его сегодня и потестим. Что же он представляет из себя за эти деньги? Поехали! И начнем мы с самых главных отличий от донора этого автомобиля, от Chevrolet Avia T250. Чем отличается Ravon? Это конкретно двигатель и конкретно трансмиссия. Стоит двигатель от старшей модели Chevrolet Cobalt 1,5-106 лошадиных сил. И стоит шестиступенчатая автоматическая коробка передач, которая стоит на Chevrolet Cruze. Но по отзывам владельцев Chevrolet Cruze, им не очень нравилась адекватность работы коробки. Потому что она работала на пределе своих возможностей с тем мотором, который стоит на Chevrolet Cruze. Он мощнее, чем этот двигатель. Полка выше, ньютонометры больше. Что касается этой связки, этого двигателя и этой коробки, то нареканий нет. И всем владельцам эта связка очень нравится, как она эластично работает. То есть коробка не на пределе, так как мотор послабее. Соответственно, ее долговечность будет увеличен. Срок службы данного агрегата. Далее, что удобно. В этом автомобиле вот заливная горловина, омывающая жидкости под рукой и бачок, соответственно, будет работать тише. В салон вряд ли будет доноситься громко. Звук моторчика, омывателя и плескание жидкости в бачке. Как на других автомобилях, где бачок расположен достаточно близко. Стоит тепловая и шумозащита. То есть машина недорогая, а вот она используется. И здесь, пожалуйста, на капоте тоже. А вот лапка, открывание капота. Сразу нашел ее под рукой, капот открывается удобно. Поднимается за счет вот этой лапки. Продолжим по передней части, так как мы у нее находимся. В целом, если смотреть на автомобиль, это все тот же Chevrolet Aveo. С изменениями передней части. Галогеновые фары перекочевали от хэтчбека. Ну, чуть видоизменен бампер, в котором вот эти дневные ходовые огни и противотуманные фары. Причем дневные ходовые огни и противотуманные фары будут в самых дешевых комплектациях. Очень много вопросов вы задаете о стойкости кузова к коррозии данного автомобиля. Значит, известно то, что до покраски он обрабатывается двумя видами грунтов. Антистатическим и катафорезным. Машина не оцинкована. Дилер говорит о том, что производитель дает 5 лет гарантии от сквозной коррозии на этот автомобиль. Ну, достаточно неплохой срок для такой бюджетной машины. На что я обратил внимание. Также порог дополнительно обработан антигравием и покрашен краской. То есть это уже с завода идет. Также я обратил внимание на то, что дилер обрабатывает подкрылки. То есть здесь подкрылок нет, голый металл. Он делает специальную антикоррозийную обработку. Также днище. Это будет, конечно, моя рекомендация, рекомендация дилера. Как только купили машину, сделайте сразу нормальную обработку днища и колесных арок. Потому что они подвержены коррозии. Также еще можно сюда поставить штатные, отдельно купить локеры, которые будут закрывать у нас вот эти сквозные части. В частности, с той стороны, где поражено место пряник, который держит у нас глушитель. Туда постоянно будет лететь грязь, соль, вода, где он быстро выйдет из строя и может порваться эта резиночка. А локер будет закрывать от песка струя данный крепеж. И еще дилер сразу рекомендует, и, конечно, я тоже буду рекомендовать, так как машина не оцинкованная, все скрытые полости промовилить. Вот в данной машине подкапотное пространство я видел замовилино. Вот двери у нас замовилины. Но это необходимо будет сделать. Это дополнительная, конечно, плата. Но тем самым вы дольше сохраните автомобиль. Что касается металла, ну, он примерно такой же, как и на Весте. Вот я просто сравню, я как владелец Веста, он по толщине, по своей игре использует такой вот достаточно тонкий металл. Что касается по кузову, также я прошел вокруг автомобиля, посмотрел все зазорчики, шовчики, как все собрано, как все подогнано. И, знаете, уже не к чему абсолютно предъявлять претензии, потому что за этот бюджет, за такой класс и подгонка-то очень хорошая. Вот смотрите, какие вот, как бампер с крылом, да, соединяется. То есть, какой здесь небольшой шов. Пусть она неказисто выглядит, эта дверца, как вот на Вестах, она тоже такая большая у нас. Но сделана, смотрите, какой параллельный, одинаковый шовчик. Двери, то есть, параллельные швы. Штампы, ну, европейского качества, здесь сказать нечего. Еще хотел отметить, что машина недорогая, но двойная вот все-таки идет изоляция резинки. Да, резинки у нас на кузове есть. Резинки у нас есть на двери. То есть, двойной такой герметизации идет. И самое интересное, если сравнивать с иестой, о чем я тут уже упомянул. Вот концевик, где он расположен. Если обратить внимание, он расположен ближе к салону, внутри. То есть, он будет чаще в тепле находиться. У Весты он вот здесь, ближе на улицу. Поэтому у некоторых владельцев возникают проблемы. Замерзает концевик. Здесь концевик на месте. Но по качеству, конечно, закрывания и открывания двери, то у него есть доводчики. Причем они достаточно хорошие. У Весты которых нет, если мы с Вестой сравниваем. Потому что у других иномарок они есть. А вот у Весты, в частности, у нашей нет. Здесь нормальные доводчики. Но закрывание двери тазикообразное такое. И открывание ручки, ну, такое достаточно простое все. Но доводчик. В моем случае, наверное, это все-таки лучше, чем приятный звук открывания двери. Чтобы дверь ветром где-то на парковке легким ветром не открывала и не била соседние машины. Здесь вот это получше работает система. Переходим в салон. Качество отделки салона. На Медне читал статью-выдержку за рулем. Там они указывали на порог, что он как-то не очень хорошая сборка в салоне. Ну, знаете, в целом по салону-то я прошелся. Сборка везде хорошая. Хорошие шовчики везде. Хорошая подгоночка материала. Сейчас мы его поедем проверим, как он у нас на ухабах будет себя вести. Будет ли поскрипывать. То есть, хорошие штампы. Для вот этого класса очень хорошо все исполнено. Но что касается вот именно порога, о чем я говорю в статье за рулем, то здесь как-то неказисто сделано. Я не могу сказать, что плохо собрано совсем. Но вот резиночка поджата, если видно. Там приближаем. Резиночка поджата, но в целом порог-то держится. Вот, дальше. Если не садиться за водительское кресло, переходим сюда. Видны болты крепления кресла. Прямо вот они наружу. То есть, это как бы не есть красиво. Также, вот если я вылезу, посмотрите вот сюда. Видно вот, как не закрыто крепление кресла. Где держится спинка у нас. Седло, видите, металл голый. Как в тракторе. Такого быть, конечно, не должно. Сами сидения. Вот если так же, да, продолжим. Я сидел уже на водительском. Здесь, ну, в принципе, просто я могу сказать, что где-то в обзорах кто-то говорил, что они мягкие сидения. Не скажу, что они мягкие. Они в меру мягкие. Они ближе к плотным сидениям. Да, они помягче, чем на Avesti, в частности, если я буду сравнивать с Avesti, параллельно просто проводить. Такую параллель. Они чуть-чуть мягче. Но я не могу сказать, что они неудобные. И у них вот поясничный подпор отсутствует. Но сама спинка сделана прямо под поясницу. Очень удобно. Не так она проваливается, как я говорил уже, в поло, в рапиде, когда спина, поясница проваливается. Вот именно в Aveo, как бы, ну, здесь я чувствую нормальное сидение. Ну, не хватает, конечно, в плечах, боковых поддержек. Вот плечи болтаются. А вот поясница на месте. Вот сидение здесь удобное в этом плане. Попадая на водительское место, человек такой комплекции, как я. Мой рост 178 сантиметров. Достаточно я некрупный. Я удобно устроился. Вот я руль хоть вперед-назад и не двигается. Но, в частности, для меня удобно. Я вот максимально вниз опускаю, фиксирую. И вот, смотрите, моя посадка. И мне нравится спинка сидения. Вот реально поясница здесь четко сделана. Я не знаю, это такие же сидения, как на Aveo были, или это все-таки новые. Точно не могу сказать. Но сидения, именно спинка, мне очень нравится. Ну, и по подушкам я не скажу, что они некомфортные. Удобно сидеть. И вот берешь руль, как в старые добрые времена на Зилу, я помню, были вот эти анатомические впадины. То есть, реально удобно. Он, может быть, немножко тонковат, кстати, руль. Вот, да, по толщине можно чуть потолще. Но вот эти вещи, они реально пальцы вкладываются. Лучше управлять автомобилем. Меньше ты будешь скользить. Обратил внимание, что, как в более дорогих машинах, видите, регулируется подголовник. Где мы в B-классе сейчас найдем регулируемый подголовник? Это фишка C-класса. И еще, смотрите, какие здесь подстаканники, трансформеры. Достаточно удобные и держат хорошо. Я зашел специально еще в салон и сел в автомобиль с механической коробкой. Попробовал переключать. Ну, как будто здесь стоят стаканчики. Достаточно удобно было. Я, понятно, что нужно аккуратненько. Но включать и первую можно, и вторую, и третью переключать, со второй переходить. Они не мешают. Ну, и как они сделаны грамотно? Тоже, как в более дорогих машинах. Ну, здесь, понятно, пепельницы, курильщики у нас курят. Ну, обычный кондиционер в нашей машине. Климата в этих автомобилях априори не будет. Стандартная, древняя магнитола. Но с функциями Bluetooth. Легко цепляет, в принципе, любой телефон. Уже пробовали. А также есть USB для чтения музыки с USB-носителя. Минимальные комфортные условия у автомобиля присутствуют. Сам бардачок, он небольшой. В этой машине не будет парктроника. Никогда сразу здесь скажу. В этой машине не будет датчика дождя, датчика света и подогрева кресел. Несмотря отсутствия вот этих комфортных помощников, в этом автомобиле в самой начальной комплектации за 479 рублей уже будет система ESP. Я вообще не думал, что на вот этом автомобиле, на Ravone R3 она есть. Ну, как-то не вдавался в подробности. А тут в самой базе она будет. Вот мы ее сейчас поедем, потестим, как она работает. Далее будет система ABS за 479 тысяч в машине. Будет датчик давления в шинах. То есть, казалось бы, мелочь, но приятно. Также в машинах уже используется система AeroGlonass. И кнопочка вызова оператора, либо в случае, не дай бог, ДТП, машина тоже будет сигнализировать, к вам приедет служба спасения. Есть кнопочка на зеркале. Также есть кнопочка тест. Вот кнопочки тест на Вести нет. Подсветка у нас архаичная. А вот зеркало будет только у пассажира. Пусть небольшое, но оно есть. Ширина салона Ravone R3 137 сантиметров. Длина салона по примерным нашим замерам 147,5. Вот такой зуммер мы слышим с вами, когда забываем вытащить ключ из замка зажигания, выходя из автомобиля. Либо забываем выключить свет. Машина сигнализирует. В автомобиле есть центральный замок, но на ключе, как видите, его нет. Он завязан на личинку. Центральный замок работает через личинку. Открыли, закрыли. И вот эти старенькие у нас пистончики используются. Видите, также можно закрывать и открывать автомобиль с помощью вот этого одного водительского пистона. Немного вот еще расскажу о вот этих местах. Значит, здесь у нас 4 электростеклоподъемника. Также будет 4 электростеклоподъемника в максимальной комплектации, которая называется Elegant. Наша Optimum. А в комплектации Comfort будут просто ручные вот эти у нас в народе называемые весла. Также до самой максимальной комплектации не будет здесь таких красивых вставок. В более дорогой комплектации, максимальной, Elegant, будет вставка как в салоне на панели, так и вот здесь после ручки такая декоративная вставочка. Плюс в максимальной комплектации вместо пластика вот здесь используется ткань. Ну, вот такое отличие еще по панелям. Сел сам за собой, не сказать, чтобы места много. Но в то же время я не касаюсь коленями. Значит, мой рост 178 сантиметров. Кто будет повыше, ну, наверняка уже будет упираться в спинку водительского сидения. И еще вот обратил внимание, если вот так вот, как говорится, сесть прямо выпрямиться, я головой не касаюсь крыши, но она здесь не спадающая. Кто будет повыше, будет, возможно, на кочках подпрыгивать, будет цепляться в эту крышу. Далее, из удобств для задних пассажиров также есть подголовники, их здесь три, подстаканник для бутылочки и ручки. Ручки обычные. Еще есть крючок, чтобы что-то повесить, причем с двух сторон. Ну, вот практичное решение, удобно. Но больше здесь сказать нечего. Все просто, бюджетно. Или также складываются у нас сидения. Можно перевозить какие-то длинномеры. Также и ту спинку можно сложить. Не просто так. Седан у нас прикрепленный намертвой спинкой. Практичные решения есть в этом машине. Также есть крепление для детских кресел изофикс. Переходим к багажнику. Багажник можем открыть с кнопочки на панели передней двери, либо ключом сзади. Ну, вот когда у нас рамка номера, да, приходится чуть неудобно тут нажимать ключик. Немножко неудобно. Дальше. Что касается багажника. Глядя на этот багажник, я не могу сказать, что он большой по размеру. Вот визуально он мне напоминает также грантовский багажник. Хотя машина кажется крупнее, чем гранта. Ну, может дизайн такой. Фары такие побольше. А вот багажник 380 литров. Сколько у гранта я не помню. Но внешне очень он похож. Из удобств ничего нет. Но сделан так более-менее для такого класса. Причем неплохо. Вот такой корпет какой-то определенный. Есть вентиляционное отверстие, что наверняка будет способствовать сухости данного пространства. Полноценное запасное колесо. Там крат ключ. Все есть в таком чехольчике. Но никакой шумоизоляции нет. Ничего нет. Все просто. Здесь почему-то дилер не промовилил. Обычно мовилят вот это место. Я как бы буду рекомендовать его мовилить. Крышка багажника тоже. Машина начинается 479 тысяч рублей. И уже крышечка закрыта. Мы знаем, что на более дорогих машинах B-класса здесь голый металл. А здесь крышечка. Пусть она такая вот подстукивает. Но в любом случае выглядит приятнее. Также здесь будет подсветка. Вот лампочка, если видно на мою руку. Подсветочка есть. Динамики вижу. Ну, в нашей комплектации их 4. А в комплектации самой начальной будет всего лишь 2 динамика в передних дверях. Ручки закрывания, конечно, никакой нет. И опять же, вот здесь видно, что полостью дилер промовилил. Почему в запаске не промовилили, это вопрос. И закрывание. Я не с первого раза мог его закрыть. Вот в данном случае, видите, когда его перекашивать, если я закрываю за эту часть, сложно закрыть. А когда беру по центру, бац, легко закрывается. То есть какой-то есть перекос. Непонятно. Итак, скорость 100 км в час. Шум от покрышек нам слышен. Сделана антикоррозийная обработка в подкрылках, но она от шума не спасает. То есть шум воды, вот у нас мокрый асфальт, мы слышим. Значит, дворники, сами дворники работают очень так демократично, эластично, не подпрыгивая. Аккуратно, четко, четко у них с запасом мускулатуры вниз и вверх. То есть есть координация, не болтаются. Сам треугольник от зеркала, крепление и стойка очень широкие. Но наверняка это сделано в угоду безопасности. Что касается в целом обзора автомобиля, не считая стоек. Вот зеркало заднего вида, очень хорошо все видно. И там сзади большое стекло. То есть вообще замечательно все просматривается. Зеркала. Зеркала не сверхсовременные, да. И объем у них не сказать, что огромный. Но они не ущербные. И я в них прекрасно все вижу. Плюс в максимальной комплектации легант зеркала будут с электроскладыванием. А это машина Б-класса. У Веста, вы помните, на пружинках здесь все, да. Даже в самых дорогих комплектациях. А здесь за 579 тысяч уже будет электроскладывание зеркал и обогрев зеркал. В нашей машине просто обогрев зеркал. Мы не складываем. Обогрев зеркал, кстати, как и на Вести, запараллелен с подогревом заднего стекла на одной кнопке. Далее, что касается управляемости. Вот если так делать, на сотни очень страшно становится. Машина идет сразу в раскачку. И задняя тележка у нас отдельной жизнью живет. То есть, если я кидаю машину чуть влево, тележка сразу уходит в занос. Ну, такое ощущение. То есть, если круче руль на кручение взять, мы перевернемся сразу. Здесь нет вот этой стабильности. Настройки подвески нет. По управляемости один в один, как Гранта. То есть, как корова на льду, извините за выражение. По городу спокойно передвигаться на ней хорошо. Объезжать препятствия на небольшой скорости. Но на трассе нужно быть предельно внимательным. Потому что машина очень плохо стабилизируется напрямую. Значит так, вот мы идем за фурой. Фура у нас идет 90 км в час. Газ в пол. Поворот. Поехали. Ну вот, наблюдаете, да, в камеру, как мы долго-долго это делаем. Мотор гудит. Поэтому для обгона также нужно будет выбирать более длинные участки. За бортом нулевая температура. Не сказать, что холодно. Ну вот мы едем в автомобиль. У нас единичка работает. Значит, температура не самая горячая. Стекла не потеют. И мы чувствуем себя комфортно. Что касается печки, неплохо. Еще я слышал какие-то отзывы о том, что в машине где-то что-то сифонит. Но ничего не сифонит. Я не ощущаю каких-то потоков встречных, да, чтобы в салон попадали. Тем более, я вам показывал, там два уплотнителя резиновых. Достаточно хороша герметизация. Но что касается шумоизоляции от воды, от ветра. Я, конечно, говорю я не громко, с одной стороны, но мы и едем 90 км в час. Чуть бы быстрее поедем, повеселее. Будет шума больше в салоне. Шумоизоляции, конечно, здесь не хватает. Но если опять же сравнивать с той же Гранта, я думаю, что она либо на одном уровне. Но за счет того, что здесь двигатель, когда невысокие обороты, работает тише. В любом случае он работает тише. В машине находиться приятнее и комфортнее, чем в Гранте. С другими машинами не сравниваю, потому что здесь немножко она будет отстывать. Значит, коробка автомат. Что можно сказать? Мало того, что она будет очень долговечная за счет более слабого двигателя. Она имеет ручной режим. В случае выехать, если где-то забуксовал или еще что-то, есть ручной режим переключения передач. Ну и обычный автомат, не сказать, что он сверхбыстрый. Обычное переключение, достаточно плавное, приятное. Есть ползущий режим. То есть, ну, к автомату претензий у меня никаких нет. Очень хорошо он работает. Для бюджетной машины супер. Вот вести не хватает, кстати, вот подобного автомата. И здесь он еще шестиступенчатый. Вот сейчас давайте так. Шестая передача. Значит, 3000 оборотов. Скорость 115 км в час. Так, вот у нас лежачий полицейский. Скорость 60. Мы его даже не почувствовали. Вот за счет плотности подвески. Вот это хорошо. Жаль, что она никак не отражается на управляемости в лучшую сторону. Выехали на вот такую раздолбанную дорогу. Здесь вот КамАЗы катаются. То есть, это даже не гребенка. Видите, какие вот ухабы у нас. Прямо такие ухабчики. И что можно сказать? Подвеска работает достаточно плотно. То есть, она не мягкая. Но нету пробоев на кузов. Кузов у нас не хрустит. И в салоне не слышно, чтобы что-то хрустело. Вот здесь особенно. Вот смотрите, как я прыгаю. Видно на камеру. Ну, подвеска вот вообще. Мы вот 30 чуть спустил скорость, чтобы не бить машину. Но я для понимания. То есть, подвеска уравона подходит для наших российских дорог. Скажу я вам. Сейчас проверим работу системы ESP. Насколько она деликатная. Ну, вот противобуксовочная система работает. По вот этой снежной дороге. Так, 40-50 км в час. У нас три человека в машине. Ну, пока сработки нет. Вот сейчас была одна сработка. Но не сразу она вмешивается в работу, как на Весте, скажем так. Чуть с небольшим опозданием. Чем-то мне напоминает Шкоду Рапид. Вот примерно в этом месте она срабатывает. По управляемости она похожа на Гранту, конечно. Но за счет вот этой системы ESP машина более уверенно будет себя вести на каких-то непредвиденных дорожных обстоятельствах. Где нужно будет быстро объезжать препятствия или делать еще какой-то маневр. Чтобы не было сноса, машина будет немного корректировать нашу траекторию. Это очень хорошо. Это безопасность. Вот сработка четкая. Да, но машина ходит в занос. И только потом срабатывает система ESP. Но в любом случае дальше заноса дело не идет. Машина подруливает траекторию. Очень хорошо. Сверхсложных дорожных условий мы искать не будем. Проедем сейчас вот по этой колее, которую проложила Нила. Тут не так давно перед нами. И прям вот так вот сейчас заезжая в снег. Ну, ровно, нормально. Идет нас три человека в машине. Ну, вот он мы разрезаем. Видите, в разрез идем. Ну, и неплохо он идет. Вот на автомате. Ну, конечно, лучше не садиться, потому что автомат не механика. Выехать будет сложнее. Ну, вот нормально мы проехали. Резина у нас не шипованная. Обычная липучка. Нормально с дорожным просветом. Как обычно, померяем сейчас под передним бампером самое уязвимое место у автомобилей легковых. Вот видели, как мы сейчас снег побородили там, да? Значит, примерно 22,5 сантиметра. Но это достаточно неплохой дорожный просвет. Но это все примерно снег туда-сюда. Но он видно, что он не низкий бампер. Вот у веса, если мне не изменяет память, у седана 24,5 сантиметра. Здесь на 2 сантиметра он все ниже. Еще обратил внимание, вот они заглушки. Видите, с этой стороны есть заглушка и с той. Значит, под этими заглушками спрятаны транспортировочные петли. Чтобы снять вот эти заглушки, нужна крестовая отвертка. Там снизу крестовые крепления под крестец. Крестовая отвертка есть в наборе. Там же, где домкрат и баллонник. Не очень удобно, конечно. Хорошо бы отщелкнуть. Но так зато не потеряешь. Автомобиль эксплуатируем в жестких условиях. Педаль постоянно практически в пол. Расход у нас болтается 14 литров-13,7. Но это вот коробка автоматическая дает о себе знать. Плюс нас три человека в салоне. И вот эти жесткие условия эксплуатации. Я думаю, что это максимальный результат, который можно на этой машине показать. Дальше он будет только меньше. Итак, отсняли очень много материала. Получил достаточно много ощущений от этого автомобиля, которые я сейчас вам передам. Значит, на самом деле, что касается работы коробки и работы двигателя, очень все эластично и культурно. То есть, вот на уровне иномарок B-класса работает, в частности, и на корейцев, похоже, работа двигателя и коробки. Но на высоких оборотах двигатель, как пылесос, не знаю, слышно ли было на камеру, начинает работать даже с таким присвистыванием. Выше трех, там, четырем тысячам. Начинает цвистеть. Но мотор реально крутит до отсечки. Вот с автоматом я пробовал. Шесть с половиной, он только потом отсекает. Прямо до красной зоны. Значит, что еще понравилось? Понравилась работа подвески. Я не думал, что будет так работать подвеска. У меня почему-то складывалось впечатление изначально, что будет работать как на поло. Ну, глядя со стороны на эту машину, видя ее вот так в потоке и так далее. Я на АВЕО никогда не ездил, Т-250. Соответственно, вот мы ездили по той дороге, где вы видели, где ездят КамАЗы. Вот это там такие вот рытвенные, снега и полульда такого. Машина вообще не пробивается. Как вот боксер в грушу бьет, такое ощущение. Подвеска именно так работает. Не бьет на кузов. Как будто есть еще какая-то прокладка дополнительная. Вот так вот очень собрано и плотно работает. Мне понравилось. То есть для бездорожья тоже очень подходит, очень хорошо. Значит, дальше. В этой машине с самой начальной комплектации есть система ESP. Я вообще об этом не знал и не думал, что она здесь будет за эти деньги. Есть. За 479 они дают нам систему ESP. Что мне не понравилось в этом автомобиле, вот за эту стоимость, это его управляемость. То есть управляемость осталась на уровне наших вазовских машин. Это вот до Весты, которые были. Гранты, Приоры и так далее. Машина болтается очень сильно. Даже на 60 км в час при объезде какого-то препятствия ее уже сложно ставить на траекторию. У нас при таких попытках срабатывала система ESP. Просто не удалось нам снять, а уже день к концу подходит, темнеет. Срабатывала система ESP. Благо она здесь есть. Вот благодаря ей, в принципе, машина гораздо безопаснее, чем та же Гранта будет при объезде какого-то препятствия. Ну вот и на скорости 100 км мы пробовали там тоже так вот ее чуть раз, хотя у нас 3 человека в салоне, машина подпорежата. Чуть-чуть просто пробовал, идет раскачка и своей жизнью начинает жить задняя тележка. То есть машина вот такая она, как на шарнирах. То есть вот это основной минус. В остальном за эти деньги они предлагают даже фишки С-класса. Это вот подголовник регулируется. Какие подстаканники вы там видели. Ну да, обрабатывать днище нужно. Хотя на сам кузов дилеры и завод дают гарантию 5 лет. Поэтому я думаю, кто все-таки приглядывается к этой машине, бояться нечего за кузов. Вот вы спрашивали, какой там металл. И тогда металл тонкий, он на месте такой же тонкий. Но он вот обработан двумя видами грунтов и на него гарантия 5 лет. Поэтому если брать там на 3 года машину, на 4, ну смело можно брать и ездить. Я думаю, что будет выдерживать он. Ну и напомню всем новым телезрителям, что у меня есть группа ВКонтакте, которая также называется «Энергетик Сергей Николаев». Подписывайтесь, выкладывайте фото своих автомобилей с маленькой аннотацией о эксплуатации вами этого автомобиля. Какие с ним были плюсы, какие минусы. И складывайте в альбом наши машины. Также подписывайтесь на этот мой канал, который называется «Энергетик Сергей Николаев» на ютубе. Также у меня есть инстаграм. Ссылка тоже будет под этим видео. Подписывайтесь. Отдельную благодарность выражаю дилерскому центру «Автоцентр Транзит» в городе Смоленске, который является официальным дилером марки «Равон». Лавочка на 105. Благодарю. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь. Всем удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Съемки подошли к концу. И вот мы когда уже... Я обратил внимание, что вот сзади на панели лежит какая-то заглушка. Вот отчего она здесь. Видите? Клипса. Новая машина с запасной деталью. Пожалуйста. «Равон Р3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова